Обыкновенная или серая неясыть В природе выделяются две цветовые формы обыкновенной неясыти – серая и коричневая. Причем окраска меняется в связи с географическим распространением вида. Например, совы, обитающие на Британских островах, преимущественно рыжие, тогда как на Европейском материке преобладают серые птицы. Уральские и сибирские неясыти тоже по преимуществу серые. И чем восточнее местность, тем меньше рыжих особей там встречается. На территории России соотношение серых и рыжих особей примерно одинаково. А чем южнее, тем больше преобладания рыжих. Обыкновенная неясыть относится к наиболее обычным и многочисленным видам сов и никаких специальных природоохранных мер не требует. К присутствию человека обыкновенная неясыть относится вполне терпимо и может поселяться даже в больших городских парках. Сказочное представление о вредности этих птиц и их связях с нечистой силой, к счастью, отошли в прошлое. Наша серая неясыть, либо неясыть обыкновенная, тоже распространена в европейской части России, в центральной части России. В Москве также этот вид занесен в Красную книгу, на Москве, Подмосковье. Обыкновенная неясыть населят лиственные и смешанные леса полиарктики, то есть она встречается на территории Европы, Азии и Северной Африки. Ее ареал простирается от Средиземноморья до южных границ тайги. В Восточной Азии известен фактически изолированный ареал со сходными природными условиями. На территории столь обширного ареала выделяется 11 подвидов этой совы. Чаще всего обыкновенная неясыть предпочитает лиственные и смешанные леса, но хорошо себя чувствуют и в хвойных лесах, и в городских парках. Обычный размер этого вида неясыти 36-38 см, вес около 500 грамм. Как и у многих других видов сов, мальчики всегда меньше девочек. Голова крупная, круглая и может поворачиваться почти на 270 градусов. Перевых ушек на голове нет. Лицевой диск выражен хорошо и окамлен темными перьями. Крылья довольно короткие и широкие, в размахе достигают почти 1 метра. А краска обыкновенной неясыти однотонная, более серая или более рыжая. Но с пестринами, что делает сидящую на дереве сову совершенно незаметной. Грудь и живот более светлая, чем спина. Когти и глаза темные, почти черные, клюв желтый. Основной добычей обыкновенной неясыти, безусловно, являются мышевидные грызуны и другие мелкие млекопитающие. Кроты, землеройки, а иногда и молодые зайцы. Она часто ловит и мелких птиц, а также лягушек, рептили, насекомых, моллюсков, а около воды ракообразных и рыбу. Охотится обыкновенная неясыть ночью, чаще всего из засады, используя свой великолепный слух. Обнаружив по малейшему шороху в траве добычу, сова планирует или резко падает на нее. Накрыв добычу своими широкими крыльями, она затем убивает ее ударами клюва или рвет когтями. Иногда эти совы охотятся в полете, выпугивая ночующих в кустах мелких птиц ударами крыльев по веткам. Активная обыкновенная неясыть только ночью. День она проводит, затаившись где-нибудь среди деревьев, становясь практически невидимой. Основной враг неясыти в природе – это ястрый птетеревятник, ведущий дневной образ жизни. Поэтому наиболее опасное время для совы – это именно светлая часть суток. Вокализация неясыти весьма разнообразна. Крик самца – длинное, завывающее «ух-ух-ух», чаще всего слышимое вперед спаривание. Этим уханьем совец оповещает других птиц, что территория занята. Похожим криком он призывает самку, а также сообщает ей, что несет в гнездо корм. Голос самки – долгая, раскатистая, басовитая трель, слегка напоминающая гудок дальнего поезда. Вообще, в период спаривания обыкновенные неясыти довольно разговорчивые птицы. И, видимо, именно с их ночными криками связаны разные страхи перед совами. В остальное время, вне сезона размножения, обыкновенные неясыти ведут себя очень тихо и молчаливо. Обыкновенные неясыти строго территориальны. Живут отдельными, постоянными парами, которые сохраняются на всю жизнь. Взрослые совы активно защищают свою территорию криками, угрожающим поведением, активным нападением. Особенно в гнездовой период. Они нападают на кошек, собак, лис и даже на людей. А вот на беспокойство ворон, которые активно не любят сов, неясыти почти не реагируют. Серые неясыти, вне зависимости от того, что они такие неуклюжие, неловкие, то в дикой природе они все равно считаются отличными охотниками. То есть они в основном считаются одним из самых сильных среди средних сов. И это от того, что у них очень мощные лапы. То есть они сжимают свою добычу. В день сулум хватает 6 мышей. При размножении это количество может увеличиваться вдвое. Ну а при появлении птенцов даже втрое. Название именно неясыти произошло именно от старорусского слова «ненасытный неясыти». Вот. И раньше было такое поверье, что эти совы очень много кушают в плане именно добычи, что они всегда будут охотиться, будут искать добычу. Вот. На самом деле это не так. Они питаются немного. Ну, в мере своей возможности наелись, наелись. Не наелись, они не будут кушать. Вот. В среднем такая вот сова за сутки съедает от 4 до 6 мышей, либо крыс среднего размера. Вот. И как бы все. И насыщаются. Почему сложно именно содержание совы? Потому что нельзя кормить никакими субпродуктами, там, птичьими желудочками, там, печенью куриной, там, филе куриным. Этого нельзя делать, потому что пищеварительная система у них на самом деле очень сложная. Она состоит из двух желудочков. Это первый мышечный желудок. Когда сова поймала добычу, она его проглатывает либо небольшими кусочками, либо целиком. И уже в первом желудке отделяются все кости, шерсти, пух, мех. Все это отделяется. Мясо, ну, все, что переваривается, попадает уже во второй желудок, переваривается, выходит естественным путем. Ладно. А все, что не переварилось, остается в первом желудочке, формируется в небольшой погаток. Это такой шарик, комочек именно вот этих костей, шерсти. И сова ежедневно, каждые сутки отхаркивает такой погаток. Им это для здоровья необходимо. Поэтому, если такого не будет происходить у нее в течение трех суток, в организме совы начнут происходить необратимые процессы, которые будут влиять на ее здоровье. И это очень плохо на самом деле. Начинают гнездиться обыкновенно неясыть очень рано. Уже в феврале можно наблюдать такование самцов. А в марте-начале апреля появляются кладки. Гнездо простое, обычно располагается в дупле или в старом пне. Но может быть и прямо на земле. Нередко неясыть занимают и чужие гнезда. Главным образом в воронье. В кладке обычно 2-4 круглых белых яйца. Но в годы богатая пища и находили гнезда с 7-8 яйцами. Инкубационный период длится около 30 дней. Плотное насаживание начинается с первого яйца. Поэтому птенцы в одном гнезде оказываются разновозрастными. Насиживает только самка. В конце апреля в большинстве гнезд уже появляются слепые, с закрытыми ушами, беспомощные птенцы. На вторые сутки они уже начинают слышать и видеть. Первую неделю пищу добывает только самец. Но когда птенцам исполняется 6-7 дней, самка уже оставляет их в гнезде одних и улетает на охоту. В гнезде птенцы находятся примерно около месяца. Но и после вылета молодые живут с родителями на их территории. И только осенью выводок распадается. Защищают гнездой птенцов взрослые неясыти очень активно и самоотверженно. Половозрелыми обыкновенные неясыти становятся уже в первый год жизни. Данных о продолжительности жизни этих сов немного, но в среднем они живут около 5 лет. Известен случай, когда окольцованная в природе самка прожила 18 лет и 7 месяцев, а другая птица в неволе 27 лет. Причиной смерти неясыти чаще всего становятся столкновения с транспортом на дорогах, удары о провода и тому подобные антропогенные причины. У нас есть пара серых неясыти и более форест. Серые неясыти вообще в принципе считаются неловкими мишками в мире сов, потому что они очень неуклюжие. Они большие, крылышки маленькие, в собранном состоянии, они летают вот так. Периодически бывают моменты, когда они прилетают мимо стула и такой, я так и хотел. То есть это абсолютно нормально, с них очень много можно посмеяться и просто понаблюдать интересно, потому что периодически они создают такую атмосферу любви и гармонии, они выражают свою нежность тем, что чистят друг друга перышки. Это очень мило, очень многие люди очень часто на это попадают и уходят от нас очень счастливыми. Каждая совушка, она в принципе индивидуальна. А если буля, она активная, она цыкает периодически клювом, потому что она выражает свое раздражение, можно сказать. Это что-то вроде... Собственно, форест наоборот, он спокойный, он никак не реагирует, ему вот, ему хорошо, всегда и везде. Как мы различаем их внешне? Это у нас буля, как в старых советских отношениях, чуть-чуть покрупнее фореста. Но также в принципе в дикой природе различить сову по половому признаку практически невозможно, кроме трех способов. Первый способ – это взять, конечно, у птицы ДНК. Второй способ – это ощипать и посмотреть, но, собственно, этим никто заниматься не будет. Третий способ, он самый простой – это просто понаблюдать за ними в их брачный период. Собственно, этот период одомашненных сов имеет свое время. Это с конца зимы до конца весны. То есть в этот период совушка как раз-таки может позволить себе размножение. И процесс этот достаточно короткий, как бы это было неудивительно. Каждое яичко в себя не носит всего три дня. А потом 18-21 день и получается новый совенок. То есть достаточно короткий промежуток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...